С победой, парни! Поздравляю! Тяжелый выдался матч, насколько я видел. В концовке все-таки дожали. Вы достаточно неожиданно узнали о том, что вы будете играть в стыковых матчах. Тяжело было собраться и физически, и ментально на сегодняшний матч? Ну, ментально было, да, тяжело. Да и вообще собраться было довольно тяжело, потому что у кого-то травма, кто-то дела уже напланировал, кто-то уехал куда-то. В итоге вот приехали, сделали игру, как смогли. Нет, все правильно. Мы вообще не собирались приезжать, на самом деле. Но в последнюю секунду все поставили плюсы, и вот мы здесь. А теперь о самой игре. Стас, ты сменил амплуа сегодня. С чем это связано и выбор Артема Михайлова на позицию вратаря? Да, все просто. Разминались, как обычно. С упора со всей дури били по мне. Ну и попали в руку. Все, я теперь без правой руки на месяц, два-полтора, не знаю. Пришлось побегать в поле. Вполне нормально. Показал пацанам, как играть надо. Вань, вопрос к тебе. Как оцениваешь действия Стаса сегодня в качестве полевого? На 10 из 10, я думаю. Ну, помог, помог. Он сделал игру, склеил команду. Ну и, Стас, соответственно, к тебе вопрос. Как к Тёмину игру на последнем рубеже оценишь? Нет, замечательно. У них только взаимодействие с Ладом никак не получается. А в целом, думаю, если будем играть еще, Артем в поле. На воротах я в поле. Все нормально. Ну и давайте подведем итог. Вы дебютанты Премьер-лиги в этом сезоне. Здорово очень начали. Потом, как показалось, немножечко забуксовали. В итоге девятое место, да? Выигранный в итоге стыковой матч. Как в целом оцениваете сезон? Ну, сезон оцениваем, не знаю, на 3,5 из 5, наверное, могли лучше. Могли многие игры доигрывать, достоять у своих ворот или дожать соперника, например, как было с Аргоном или с Вежливыми людьми, когда упускали победу уже в добавленное время. И в итоге проигрывали. Если бы таких не было моментов, я думаю, что были бы намного выше, чем сейчас. Мы довольны тем, что мы заслужили право остаться в Премьер-лиге, но не совсем довольны тем, что не смогли занять место выше. Хотя, как мне кажется, могли. Ну, в целом, игры у нас были неплохие. Играли все время от соперника. Играли сильные костили, играли сильно. Играли с более слабым штормом, играли слабее. То есть мы, как мимики настоящие, просто подстраивались под соперника. И, соответственно, не было ни одного разгромного счета, ни в нашу пользу. В целом, по игре все хорошо, по результатам не очень. Но тут не хватает опыта. Всегда пропускали все во втором тайме. Или в первом пропускали много, второй отыгрывали нормально, или наоборот. То есть не было такого, что мы проигрывали два тайма. Всегда выигрывали один, но второй проигрывали больше, чем второй. Вот и все. Все, спасибо, парни. Спасибо.